Все случилось так Как я и предполагала Всего лишь капля магии истока И как мухи на мед Слетелись чудовища Сброд запаниковал и началась резиня Магистры показывали на меня пальцами Как я и планировала На меня надели ошейник и кандалы И отправили в форт радость Я прибыла сюда, чтобы убить пробужденных Но вместо этого я стала частью их истории Магистры и т.д. Девушки отдыхают Не спеши пока, спокойнее. Освойся тут, потом поднимайся ко мне. Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 За спиной у магистра вы видите окровавленный, неестественно изогнутый труп. Черт лица в этом месиве разглядеть невозможно. Произошло убийство. Кто-то из колдунов прикончил своего. Тебе повезло, что на тебя как раз в тот момент надевали ошейник. А то и ты бы оказался под подозрением вместе с остальными. Расследует дело Уотерс. Она разберется, кто это сделал. Ей не впервой. Кораблик-то маленький. Финн его звали. Заскоками парень. Смотрел на меня, как на не пойми что, пока тут не оказался. Мы выясним, кто это сделал. Так или иначе. Не на что тут смотреть. Никаких ран, никаких повреждений. Обескровлен с помощью магии. Когда вы проходите мимо, молоденькая девушка-магистр, бледная и молчаливая, сжимает оружие так, что белеют костяшки. Отвратительное зрелище, верно? Хуже всего, что это случилось у нас под носом. Мы же защищаем этих людей. И это нам еще очень повезло, что никакое исчадие пустоты не примчалось, учуяв исток. Она поднимает на вас взгляд и улыбается без тени теплоты. Когда произошло убийство, я была в карауле в одной каюте с тобой. Ты спал, даже не шевелился. Ты один из немногих на этом корабле, в чьей невиновности я уверена. Если, конечно, ты не способен убивать во сне. Логично. Так, мне не помешал бы кто-то, кто послушает, о чем говорят пассажиры. Иногда они побаиваются, те, кто в форме. Принесешь мне что-нибудь полезное, получишь звонкую золотую монетку. Что скажешь? Нет, здесь это не так. Дай знать, если что-то услышишь. Тот, кто... Спойте песенку. Вы же умеете, я точно знаю. Ведите себя прилично, шалопаи. Это был один из них. Зуб даю. Ого, какой вы красный. Небось, магистры вас потому и зацапали. А меня они взяли, потому что я волшебный. Я тебе заткну рот, если не прекратишь. Никто из нас не стал бы убивать своих. Нас уничтожают поодиночке. А, вот и ты, дорогой супруг. Не затруднит ли тебе объяснить этой милой своре малолетних вовсе не бандитов, что я ни малейшего отношения не имею ни к какой Лоусе. И петь я тоже не умею. И вообще, у меня смертельная, смертельная аллергия. Ты совершенно прав, о супруг мой. Госпожа Жозефина Гриблс де Пип наотрез не согласна, чтобы ее с кем-то путали. Что? Что смешного? На ее лице с заострившимися чертами проступает широкая улыбка. Она со смехом отгоняет детей прочь. Ну да, ты меня раскрыл. Так и иди своей дорогой. Может, я тебе спою что-нибудь потом, когда буду готова. Она поворачивается к вам. У нее круги под глазами, грязные волосы, пустая улыбка. Надо же как-то развлекаться. Все верно. Благодарю. Но я уже принадлежу к элитарной и эксклюзивной корабельной банде. Мы каждый день после обеда играем в мяч. У тебя для этого кишка тонка. Береги себя. Неа. И знать не хочу. Неведение есть благо. И чем оно полнее, тем блаженнее. Внезапно ее глаза заливает неестественная чернота. Серые вены расползаются по лицу. Рот искривляется в недоброй гримассе. Тучи набежали и тут же развеялись. Она улыбается, как ни в чем не бывало. Удачи. Что ты хочешь услышать? Я все скажу, если ты дашь мне рот раскрыть. Имя? Спрашивает Божественный Орден. В моем списке тебя нет. Так что проваливай. Ага. Мы тут вообще-то убийцу ловим. Эльф читает том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта. Он поднимает взгляд. Его круглые глаза оценивающе взирают на вас, не упуская ни единой мелочи. Он откидывается на стуле и вновь утыкается в книгу. Быстро листая страницы, не обращая на вас никакого внимания. Семь лет! Какая инфантесимальная период! О, понятно. Похоже, я нарушил культурное табу. Как проблематично. Возможно, мне стоило бы потребовать того же от тех людей в красных одеждах. Они прикасались ко мне ни раз и ни два. Я не заметил, чтобы мне требовалось что-то от чего-то отрывать. Что же до книги, то это неплохое одноразовое чтиво, не лишенное, впрочем, недостатков. И она чрезмерно детализирована, и вместе с тем слишком поверхностна. Я знаю начало и конец этой истории. Но середина отсутствует. Скажи мне, что ты знаешь об истории вашего... нашего мира? Нет, я хочу знать о делах небесных. Я ищу знания о ваших богах. Здесь сказано, что они создали всех существ. Но ни слова о том, что было раньше. Откуда взялись эти боги? Кто их последователи? Где остальные из их народа? Разумеется, у тебя нет никакой ценной информации. И почему я ожидал иного? А теперь прошу тебя, не мешай. Мне надо расшифровать целый мир. Никакие ваши попытки обратить на себя внимание не могут заставить эльфа оторвать взгляд от книги или отреагировать на ваши вопросы. Я все расскажу!